Что необходимо, чтобы жители города чувствовали себя в нем комфортно? Как минимум, чтобы улицы были чистые, в квартирах было тепло, а под рукой всегда находился список экстренных служб и организаций с телефонами на всякий случай. Жители дома номер 52 по улице Ленинского комсомола обратились в нашу редакцию, потому что не знают, к кому им обращаться. За право обслуживать их дом уже 8 месяцев борются две компании. Администрация города неоднократно заявляла, точка в этом вопросе давно поставлена. Но людям по-прежнему приходят две квитанции. Достаточно продолжительное время поступает каждый месяц две квитанции. Вот Пикадин и Камал. Суммы разные, и мы, собственно, не знаем, куда платить, и решили сейчас вообще никуда не платить, пока они не разберутся между собой. Потому что, например, в понедельник заходишь в подъезд, на двери висит объявление, не слушайте Пикадин, Камал пишет, платите Камал. На следующий день заходишь, у лифта уже объявление, что Камал говорит неправду, платите Пикадин. И вот каждый день какие-то сюрпризы. Поэтому, в общем, мы решили пока никуда не платить. История противостояния началась прошлым летом. По федеральному закону, деятельность управляющих компаний с 1 мая 2015 года может осуществляться только по лицензии. Компания Пикадин, которая обслуживала этот дом ранее, лицензию вовремя не получила. По регламенту жителям был дан месяц, чтобы выбрать другую. Они этим правом не воспользовались. Тогда администрация города была вынуждена провести открытый конкурс. Его выиграла управляющая компания Камал. Мы должны были приступить к обслуживанию этих домов с 1 июля 2015 года. Но создалась такая ситуация, что после этого срока управляющая компания Пик получила эту лицензию и всячески препятствовала нам в обслуживании этих домов всякими разными способами. Сейчас, в данный момент, есть решение суда о том, что тендер был проведен законно, никаких нарушений там нет. И суд поставил последнюю точку в этом деле. Мы этот суд выиграли о том, что Пик обязан передать нам техническую документацию на эти дома и не препятствовать нам в обслуживании. Но документы так и не были переданы. Пик-1 продолжает обслуживать дом, убираться в подъездах, тем самым вводить в заблуждение жителей. Тем временем делом о двойных квитанциях занялась прокуратура Калининского района. В адрес Пик-1 было внесено представление с требованием прекратить и устранить данные нарушения. Пик-1 проигновила данные требования прокурора и продолжала, продолжает выставлять двойные квитанции. В связи с чем было возможно дело по статье 17.7 КОАП РФ, который, как я уже сказал, предусматривает наказание в виде дискульфикации. Решение пока не принято. Пик-1 уже нарастил долги перед ресурсоснабжающими организациями. Они перевалили за 100 миллионов. Энергогосбытовая компания Т-Плюс подала иск в суд на введение процедуры банкротства Пик-1. Если он закончится в пользу Т-Плюс, это сыграет злую шутку собственниками квартир. Граждане, которые в настоящее время, несмотря на приведенные нами доводы, продолжают оплачивать жилищно-коммунальные услуги по квитанции, предъявляемой на Пик-1, имеют риск того, что они будут вынуждены платить второй раз за оказанные услуги, но уже у АО «Каммал». Поскольку «Каммал» оказывает эти реальные услуги, а Пик-1, в силу того, что имеет все веские основания говорить, что он будет признан несостоятельным банкротом, не сможет вернуть эти средства, ввиду недостаточных их для расчета перед всеми кредиторами. И может быть создана реальная ситуация, когда жители оплатили, но средства обратно вернуть не смогут в Пик-1. Такая ситуация вполне возможна, и прошу граждан учесть этот момент при решении вопроса о том, кому же все-таки платить. С такой ситуацией столкнулись жители еще 27 домов, а ее можно было избежать, если бы люди знали о своих правах по управлению собственностью, и этому надо учиться. Встречи жителей столицы и городских руководителей нужны не только для того, чтобы высказывать претензии к работе управляющих компаний, но и для обмена мнениями. Во время одной встречи на площадке «Открытый город» шел предметный разговор, как лучше организовать учебный процесс в начальных школах. Например, начальной лицей номер один хотят попасть многие, но возможности старого здания на улице Ярославской ограничены. Давайте о детях подумаем. Самая ближайшая к центру школа обычная – 10-й Лакреевский лес. Первая школа. 7 лет отапливаем, не реконструируем, не ремонтируем. Я в курсе этой проблемы, но наши первоклассники должны в одиннадцатую школу, к парку Победы ходить. Теперь в газете прочитал «Водворец пионеров». Ну давайте мы решим вопрос и сделаем в центре города школу. Первая школа действительно обращается в большое количество родителей. Школа пользуется популярностью, школа пользуется спросом, есть свои традиции, есть свои профессиональные качества педагог. Часть средств мы вкладывали в ремонт этой школы, но недостаточное количество. На сегодняшний день, да, действительно, мы открыли часть классов в дворце пионеров, по-старому говоря. Три класса для того, чтобы снять напряжение. Почему еще происходит увеличение очереди? Потому что родители со всего города едут именно в эту школу. Сегодня в соответствии с законодательством мы должны предоставить места в школе всем тем, кто прописан на закрепленной территории. Родители сознательно с других микрорайонов снимаются с прописки, прописываются здесь, рядом с этой школой. Создают ажиотаж, пишут заявление на поступление в первый класс. По сути, это проблема искусственная, что касается первых классов. Не было бы этого ажиотажа, не было бы этой проблемы. В этом году хочу сказать, что мы все-таки провели несколько собраний с родителями, с педагогами и эту проблему развели. Да, открыли три класса в дворце, как я уже отметил. Но, может быть, это будет и лучше, может быть, это будет и удобнее. Правильно вы сказали, в одиннадцатой школе еще есть классы. Посмотрим, в дворце-то там есть и кружки, и занятия, топ-образование, спорт. Посмотрим, как пойдет. Но, в целом, по решению этой проблемы, именно на территории Ленинского района мы планируем в ближайшее время строить школу. Я уже сказал, на улице Гладково, 1100 мест, конкурс объявлен. Надеемся, что в ближайшее время конкурсные процедуры пройдут, подрядчик приступит к выполнению работы. Также на территории Ленинского района второй объект по очереди строительства школы на районе Богданка, 1500 мест. И этот объект мы тоже планируем начать реконструировать. Здание начальной общеобразовательной школы номер один построено в 1937 году. Один корпус находится в надлежащем состоянии, второй – в аварийном. Осенью прошлого года проект реконструкции здания представили заместителю федерального министра строительства и ЖКХ Андрею Чибису. Но это лишь предварительный проект, который требует доработки. Ясно одно – рано или поздно школа заработает в полном объеме. Хорошая новость для родителей. В юго-западном микрорайоне в этом году откроет свои двери еще одна начальная школа. В бывшем лицее имени Лебедева на Гражданской, 54, уже идут ремонтные работы. Здесь кабинки установили новые, значит, заменили стояк, то есть освещение все новое, новые мунитазы поставили, полностью весь туалет отремонтирован. Первым делом здесь делись за ремонт кровли, туалетов, актового зала и установку перегородок в коридорах. Теперь здание отвечает требованиям пожарного и Роспотребнадзора. Но впереди еще много работы. К первому сентября этого года все должно выглядеть с иголочки. В ходе данного капитального ремонта мы планируем заменить все окна, все двери, все светильники, электропроводку, заменить систему отопления. Значит, в условиях энергосбережения планируем установить новый тепловой узел, который будет регулировать температуру от температуры наружного воздуха в зависимости. И мы могли снижать температуру в выходные дни, в каникулерный период. Само здание, значит, находится в хорошем состоянии, фундамент хороший, стены сохранили свою несущую способность. Поэтому принято решение просто делать капитальный ремонт, а не какую-то реконструкцию. Оно простоит еще много лет. При должном уходе оно будет служить еще долго. Решение вернуть учебный корпус лицея имени Лебедева в рабочее состояние пришло в августе 2015 года. Юго-западный микрорайон второй после центра по загруженности школ. Их проектная мощность превышена на 117%. Приходится работать в две смены. 1 сентября 2016 года первоклассники Юго-западного микрорайона пойдут в здание на улице Гражданской 54. Это позволит в первую очередь решить вопрос близ ближайших школ. В частности, 50-е начнет разгружаться. И на протяжении последующих трех лет мы считаем, что данная школа выйдет на проектную мощность. Надо отметить, что здание лицея имени Лебедева было присоединено к лицее номер 4. Это довольно-таки эффективно использовано с тем, что сильная административная команда в лице директора. С одной стороны, с другой стороны, это и привлекательная школа позволяет как раз оттянуть часть школьников с тех школ, где уже две смены. По правилам, учебные кабинеты для начальных классов должны располагаться на первых двух этажах. Здание трехэтажное, поэтому верхний ярус планирует заполнить всем возможными помещениями доп. образования. Мы планируем на третьем этаже открыть различные специализированные кабинеты, кабинет информатики, кабинет музыки, кабеучительскую, библиотеку с читальным залом, гимнастический, зонт, танц, класс. Детям должны быть созданы современные качественные условия, чтобы им было комфортно учиться, развиваться, становиться истинными гражданами нашего города, республики и страны. Учителей, конечно, нужно будет набирать вновь, потому что учителя начальных классов, раз увеличивается класс комплекта, значит, следовательно, и количество учителей должно увеличиться. А обслуживающий персонал, он здесь есть, он плавно путем присоединения перешел в штат лицея номер 4, и люди продолжают работать, дворники, сторожи, вахтеры. Три года назад считалось, что в 2015 году в школы города пойдут 47 тысяч учеников, но их количество оказалось на 2 тысячи больше. Если динамика будет соблюдаться в 2016-17 учебном году, школьников ожидается порядка 50 тысяч. Администрация города Чебоксара ищет выход из той ситуации, которая сложилась в городе, в том числе, я повторюсь, использует те мощности, которые есть. В юго-западном районе мы считаем, что данный вопрос в ближайшие 2-3 года будет снят двумя сменами. И забегая вперед, хочу сказать, что здание центра образования номер 2, мы также рассматриваем о том, чтобы передать его школе номер 61, и таким образом в двух зданиях школы разместится, и также это позволит снять дух сменов. Такие встречи проходят несколько раз в месяц в каждом районе столицы Чувашии. Приглашаем вас принять в них участие, а мы обязательно расскажем, как они прошли в следующих выпусках. Продолжение следует... Продолжение следует...